Ту стес талатес трохуз, гой пиритен архайен эсэн метрополин, протенмен эгифюросан, гудон экзокаепита басиля по юменой. Угу. Так. Глагол видите, да? Значит, трохуз – это трохоз, оборот, да? Круговой пробег. Только не трохоз, а трохоз. Там два слова есть. С ударением на последнем слоге. Ну, на первом с конца. Трохоз. Трохоз – это, получается, круг. Помните, там круги же были, да, вот эти круги. Там были круги, состоящие из воды, и между ними земляные, да, получается, тоже круги. Вот здесь, получается, ту стес талатес трохуз. Хотя, получается, вообще-то говоря, это не море, это вода морская, скорее, талатес. Ну, ладно, что мы с аккузатива-то начинаем? Давай, ты глагол начнем. Видите, глагол-то я вот подчеркнул. Эгифюросан, да. У нас есть слово «гефюроу», да, «аорист». Мостить, прокладывать, запруживать, переграждать. Значит, прежде или сначала проложили вот эти круги морские. Ну, вот морской воды. Слышно меня? Состоящие, скорее, мне кажется, из воды морской, да? Ну, то есть, как это выглядит, как это выглядит, то есть, вот так вот, да, то есть, вот у нас морс этот, потом зеленый, это, получается, опять, ну, трава, что ли, не знаю, земля. Потом опять, да, как-то так и так далее, да, только другое дело, что, наверное, это, скорее, на спираль, должно быть похоже больше, да, чем на круге. Эти морские между собой связаны, то есть, где-то морской переходит, да, вот так вот, да, вот он идет. Нет, я думаю, что это не спираль, а просто там есть сквозные какие-то проходы. А, думаете так, да? Вы уверены? Я что-то пока не понял. Ну, ладно, значит, да, вот эти синие, так сказать, морские с морской водой, ну, пускай будут морские. Да, я думаю, что эгифюресон, значит, что их снабдили мостами, то есть, ну, просто перекинули мосты через них, правильно? Нет, ну, это понятно, да, что через них перекинули мосты, здесь, допустим, мост, здесь мост, здесь мост, здесь мост. Ну, то есть, ну, допустим, да, а, слушайте, а если там есть мосты, то структура может, не обязана быть спиральной, она может оставаться кольцевой. Можно через мосты переходить туда, да? Да, правильно? Да, ну, да, угу, так. Оно, собственно, сначала и было кольцевое, то есть, непроходимое, потому что, ну, помните, это Косейдон так затеял сделать, чтобы туда никто не мог пройти. Да, да. Которые были вокруг древней, ну, древней, или первой, вот этого главного города. Ну, то есть, это посередине, да, условно, вот здесь, да, давайте так, условно, здесь, да? Угу. 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 Создав тем самым дорогу к и из, как бы, получается, царского дворца. Ну, да. То есть, сейчас, это предложение про то, как проходить через эти лабиринты водные. Так, ну, Максим, продолжите, да? До сюда, да? Наверное. Или это... Тут, по-моему, это... Тут нету колонна, это, по-моему, длинное предложение. Тогда на следующей странице остановитесь. Да, простите. Тогда, по-моему, я. Тогда, по-моему... Тут, по-моему, каитон прогонон катоекеси. Катархаси, пояснт, эутхиус. Гетерус депарветеру дехвоменос. Катархаси, пояснт, эутхиус. Царская власть. Нет, я думаю, что... Тата Басилия, это, думаю, царь... Это дворец царский. Дворец. Нет, потому что... Там дальше вот эта вот фраза... Дворец тоже может передаваться от одного правительства к другому. Там сказано, что это... Тата Басилия, пояснт, эутхиус. То есть, я это понял так, что... Было устроено прямым образом передача власти. Так что один от другого принимал и принимал. Да, ну, это аргумент. Ну... Ну, мне кажется, дворец тоже мог быть сделан так с самого начала. И как квартира предается по наследству, так и дворец. Вот еще слово Катай Кэссей, да, это что такое? Это жилище ведь, да? Да. То есть, он где-то находится... Дворец может находиться в конкретном топусе. А власть более абстрактная, мне кажется. Ну, есть такое значение у Плутарха, я вижу, да? Там Басилия как царская власть, по переносу, наверное, все же. Кажется, скорее дворец. В этом... В этом жилище бога и потомков... То есть, первых царей, наверное, да? С самого начала было сразу создано. Почему для него важно подчеркнуть, что дворец был сразу создан? Что он такой же древний, как сама династия, да? Ну, ладно. А тогда как это состоится в следующей фразе? Ну, получается, что один получал его от другого. Ну, да. Дехоминус паргетеру. А, кстати, еще аргумент в пользу моей точки зрения. Смотрите, нельзя же приукрашать власть. А дворец можно приукрашать. Смотрите, видите? Вот это кайкосмене... Кайкосмене... Это же согласовано с Басилием, да? То есть, украшал уже украшенное. Да, правда, это по смыслу согласованного. Потому что... Потому что тады Басилия – это номинатив, а кайкосмене – это акузатив. От космон. Это, конечно же, фигура этимологика. Украшая украшенное. Ну, то есть, с каждым, получается, царем он становился все более украшенным. Так что и, получается, дворец. Ну, или власть. Если вы настаиваете так. И хиперебали, то... А, ну вот. В старине той же мысли. Да. Превосходя в силе, в мощности предыдущие. Тон, смотрите, тон – это мужской рост, да? Это уже не дворец вот это. Это, видимо, царя, да? Пытаясь переплюнуть, перещеголять предыдущего царя в силе, наверное, да? А как можно перещеголять мертвого царя, который же умер? Ну, сделал дворец, видимо, более шикарным, чем был при жизни предыдущего. Ну, я думаю, так. То есть, не буквально дворец перещеголять, а царя в отношении силы дворца. Мне кажется, так. Это еще имперфект, я не понимаю смысла. Какой? Перфект или имперфект? Имперфект. А, хиперебали то. Ну, имперфект может означать повторяющиеся события в прошлом? С каждым разом, с каждым разом все превосходя. А какое время бы вы выбрали? Один раз? Аорис – это был бы один раз. Имперфект – это результат. Мне кажется, то, что надо. Имперфект. Секундочку. Дальше сложное место, потому что тут непонятный инфинитив. Вот, и дейн. Так или иначе, надо Эпаргасанту с него начинать, конечно. Монтай, только уголок прикрепить сможет. Да. Получается, Аорис, да? Вот это Аорис. Можно еще раз? Как глагол звучит? Эргадзума. Ну, эргадзума с приставкой АПО. АП эргадзума. Это доводить до совершенства, я так понимаю. Есть он в этом? В Горецком. Есть, есть. Да. То есть, ну вот, да, да, да. Доводить до конца, делать. До тех пор, пока не доводили. Эйс Экплексин, смотрите. Глагол довольно эмоционально. То есть, ну, это не глагол. Это, видимо, глагольное существительное. Эмоциональное довольно-таки. Экплексис. Это восхищение. Изумление, да? И, видимо, они изумляли каким-то количеством большим красот. Большим количеством красот. Ну, смотрите, они не изумляли чем-то. Они доводили до состояния изумления. До тех пор, пока они... То есть, они настолько, ну, что ли, работали над дворцом, пока не добивались состояния изумления, мне кажется. Эйс Экплексин. С точки зрения чего? Можно по-разному добиться изумления. Можно, наоборот, все загадить тоже изумлением. Мне кажется, вот, как вы думаете, что за идейн тут такой? Ну, понятно, что это инфинитива Ауриста, это Гурао. А в какой функции инфинитива? Ну, вот, обычно в учебниках дают пример. Ну, у меня, по-моему, в моем хандалке это был пример из Пиндера. Там, по-моему, тоже идейн. Только я не помню, какое там существительное. Чудо с точки зрения посмотреть. Или там глагол слышания у Пиндера дан. Такое выражение, короткое, из двух слов. Какое-то слово эмоциональное. И инфинитив. То ли слышать, то ли видеть. Чудо, как посмотреть. То есть, человек удивительный с точки зрения посмотреть. То есть, с внешней точки зрения. Или какое-то место, там, роща какая-то красивая. С точки зрения посмотреть на нее. Ну, и наоборот, может быть. Не наоборот, а по-другому, может быть. Что какой-то певец или песня чудесная с точки зрения послушать. Не с точки зрения, что она глубокая по содержанию. С точки зрения, красиво звучит. Я думаю, что это инфинитива с реватионис и дэйм. Я не уверен до конца, но, наверное. Тут надо смотреть, как используется глагола прогазума, вообще говоря. Я еще не понимаю. Эргон относится к чему? Размахами и красотами дел. Ну, дел в смысле творения. Ну, эргон еще может означать произведение каких-то рук. Ну, то есть, обстановки утвери внутренней в дворце, мне кажется. А может быть и качество ремесленных работ. Эргон. Как будто бы два реватиониса, да? Реватионис инфинитивус реватионис и дативус реватионис. Как бы пока они так обставляли дворец, но, мне кажется, до тех пор, пока не вызывали изумления, чем изумление чем. А, кстати, давайте эксплексин посмотрим, как используется эксплексин. Сейчас я посмотрю. Экплексис. Тени. Вот, Тени. Смотрите, ссылка на Факедита. Пока размахом и красотой творений не доводили до состояния изумления с точки зрения внешнего вида и Дэйм. С точки зрения видения внешнего вида, смотрения на ожилище. Это я так роботизированно перевел. Понятно, смотрите, они его доводили до состояния совершенства. Это глагол выражения, это прогасанство. Добивались они чего? Какого состояния? Какому состоянию они шли? До экплексиса. До ошеломленности и изумления. Чем? Изумление чем? Два датива. Размах? Размахи. Масштабы. Мегет Кэссин. И красоты. Красоты чего? Творений Эргон. С точки зрения чего? С точки зрения того, что там было очень удобно? Или там было... Все было современное? Или еще какое-то? Нет. С точки зрения именно внешнего вида и Дэйм. С точки зрения... А не, я думаю, что Тен-Ойкесин... Аккузатив зависит не от и Дэйм. И Дэйм сам по себе просто революционис. Тен-Ойкесин зависит от Эргасанта. Они доводили до совершенства жилища с точки зрения внешнего вида и Дэйм. До тех пор, пока они вызывали состояние изумления. С помощью чего? С помощью размахов. С помощью красот. Красот чего? До внутреннего убранства. Вот примерно так я это понял. То есть и Дэйна... И Дэйна, я думаю, что это революционис. В принципе, не такая редкая штука. Инфинитивус революционис. Вот. Но если все согласны, то давайте читать дальше. Вот, Евгений, вам большое предложение. Ну, сейчас тоже будем совместными усилиями. Как-то его... Деориуха. Деориуха. Деориуха, мэнгар, это сталатес архоменой, триплетром топлатес, гекатон де подонбатес, мэкас де пентаканта стадион эпитон, эксотату трохон сюнетресан, кайтон анаплун, это сталатес тавтепрос, экеинон, хосэй слимина, эпоээсанто, диалонтес тома наусинта, эсмегиста эсхеканон эйсплейн. Так. Смотрите, диориуха можно подумать, что это перфект от глагола ориусу, копать диориусу первого лица. Ну, конечно, это не он. Конечно, это от глагольное существительное, просто в акузативе от диориус. Это акузатив. Вот, так что. Да. Сразу хочу это сказать. Тут какие-то габариты описываю. Сейчас, я... Да, замолчу. Да, ну, в общем, вот какой-то ров из... Я просто не знаю, где там... Сюнетросен, да, ближайший глагол. Да. Это ауорис. То есть, это глагол. Вот его ауорис, да, без приставки. В ауорисе тут основа сокращенная, а сам глагол длиннее. Там еще т одно есть. Тетрайно, по-моему, звучит. Звучит этот глагол. Тетрайно, да, то есть... Ну, я без приставки его напишу. Тетрайно, это... Что-то типа прокалывать. А нам нужно просто... Сюз Тетрайно, да? Сейчас я это уберу. Ну, я думаю, связали друг с другом. А мне кажется, нет. Тут речь... Сюн Тетрайно. Сюн Тетрайно, да. Мне кажется, они прокололи. Пробили. Трохан. Ну, проложили в смысле. Ну, да, по смыслу, получается, что связали. Понятно. По итогу связали, да, что-то с чем-то. Вот. Проложили ров из... Ну, как бы, от моря начинающийся... Нет, от моря начав. В три плетра шириной, сотню футов глубиной, и... Сейчас... Мэкос... Вроде... Ну, Мэкос в длину... Да, в длину. В длину 50 стадий. Это, получается, насквозь, да? То есть... Под... Всеми этими кольцами, да? То есть... Давайте я... То есть у нас доморощенный рисунок здесь такой. То есть... Вот они взяли, и... Черным давайте помечу, да? Где-то снизу... Где-то снизу вот такой еще ров проделали, да? А здесь типа открытое море, да? Почему снизу? А ров же снизу? Или как? Нет, это они просто прокопали. То есть они сначала... То есть они начинают связывать эти круги. Они сначала сделали как бы плотную часть, земляную часть. То есть как бы землей связали, мостами. Вот. А потом просто ров, чтобы, видимо, в дальнейшем плавать из одного круга в другой. То есть они земляные части просто сломали в некоторых местах. Я так представляю. Это не обессмысливает идею всех этих колец-то, да? Такой уж явный ров. Открытый. То есть... Ну, немножко обессмысливает. То есть это было дело Посейдона, а теперь уже человеческое обживание. Мне кажется, они действительно так... Это как в тюрьме сделать открытое окно. Ну, пожалуйста, выходи. Кто хочет, входит. Кто хочет, выходит. Вот ров. Ну, потому что... Потому что больше... Больше... Вся эта конструкция не для того, чтобы сторожить девушку, а там уже цари и государство, и все дела. Ну, понятно, понятно. Для красоты оставили кольца. Так, ну ладно. Не, ну давайте дочитаем, может, понять не будет. Значит, они... Такой-то вот троф. Эпито эксотату трофон. А, смотрите. Он начинается от моря, а заканчивается на самом... Эксотату – это самый-самый-самый тату суперлатив, на самом внутреннем кольце, да? То есть почти в середине, если так можно сказать. Так. И что? И по эсанту, да, еще они? И создали... Значит, ну как бы про... Анаплун – это, видимо, вот к этому самому, да? Ну, это ров и есть. Как бы проплыв, подплыв. Это вплыв, скорее, вплыв. То есть это вплыв вверх, Анаплун. Это вглубь, как бы вплыв вглубь от моря. Смотрите, Тафты, я думаю, что это наречие здесь. Таким образом. Талты техны, не знаю, таким способом. Просто Экейн он. А Экейн, он, наверное, трофон. Тарахон. Гос, я думаю, надо понимать, как госпер. Словно к лимену. Словно к лимену. То есть внутренний ров, самое маленькое кольцо по радиусу, оно как бы в качестве лимена оказалось. Лимена. Но мне сложно это понять, потому что я не моряк совсем. как бы внутренняя гавань, да, такая. Как в пруду. Вход такой. Не знаю. Гос, если лимена. То есть внутреннее такое. Ну ладно, не знаю даже, как это писать. Ну, то есть вход какой-то. Чтобы можно было, наверное, проплывать, удобно было бы, да. Так. Диэлонтас. Смотрите, в части еще одно. Диэлонтас. Это какой у нас получается? Диэрэво. Да. Помните, у Платона есть такая процедура, диэрэсис, по-моему, называется, да? Диэрэсис как раз от этого приставочного глагола. Как бы разделение на двое, да, если я не ошибаюсь. А здесь ди... В каком смысле они... Ну, поделили пополам, наверное, да? Или что? Раскололи на двое? Стома. Тело... Нет, стома, это рот. Ну, стома, это... Ну, как бы вход, наверное. В смысле рот, буквально. Устья, да. Устья, видимо, как у реки. Так, чтобы было достаточным для самых больших кораблей. Ну, чтобы он вплывать. Ну, тоже, видите, инфинитив. Достаточно с точки зрения вплывания. Даже для больших кораблей. Тоже, я думаю, релатионис из плейн. Угу. Так, ну, давайте дальше, Максим, если у вас нет возражений. Слушал, что могу, как привели? Типа устья сказали. Не знаю. Ну, расширив проход. Но он, получается, должен быть везде широким. А не только в одном месте. Потому что, если большой корабль может вплыть... Ну, сначала надо проплыть этот ров. Он должен доплыть. Смотрите, о чем речь идет. У меня, конечно, дебильный рисунок. Но хоть какой-то. Смотрите. То есть, ров имеется в виду вот здесь вот. Вот здесь, да? В конце уже. Направление вот такое. Вот отсюда сюда. Мне еще кажется, вы оговорились. Там было сказано не самый центральный. Вот они устроили не ближе к центру, а, наоборот, дальше к центру. Эксот. Подождите. Еще сейчас. А. Это внешний. Самый внешний. Да, извините. Я неправильно сказал. Подождите. А они начали-то от моря. Тогда как-то получается. От моря они начали. Вот они, видите, эктостолата с архоменой. Начиная от внешнего диаметра, самого большого диаметра. Эпи-то-эксото-то. К наружному. К самому наружному. Блин, а как это так получается? А наплун-эк. Это тоже. Это вплыв внутрь. К радиус. Вот это в сторону к этому. К центру окружности. Да? Я так понимаю. Эк-тетралатес. Эпитон-эксотату. Кстати, даже непонятно действительно. А что вы обращали внимание? exo это вне к самому внешнему как они начинают внешнего проделали друг саму внешнему абсурд что-то мы неправильно понимаю тогда ну то есть они все-таки начали в цен блин нет они начали на окружности архомена может быть они просто может быть они только одно кольцо надрезали вообще мы говорим про движение внутри если одно кольцо то да тогда будет непонятно от моря к самому внешнему кругу кругу моря то есть потому который предпоследний как бы только вот только типа вот здесь до такого здесь они да и это ров ада а дальше уже по мостам да типа того ну сейчас посмотрим а когда ты идея да ну кстати да мне даже нравится теперь тогда так мы читаем дальше до максим до куда как минимум до сюда хотите и до сюда можно как хотите максим да и в особенности вот эти кольца земли диэрго диэрго видимо от отводных нет нет которые отделяли от моря видимо нет от туз от туз от туз трохуста и тхалатес слово трохуста просто пропущено после тхалатес я думаю посмотрите как работает диэрго с акузативом то есть не с гиотимом затем которые отделяли от моря ну да на которые ходили почему их два вида колец есть зеленые и синие там где морская вода и там где трава или земля и они в частности и в особенности они кольца земли которые они до этого отделили от колец морских они их дил вот так кататаски фил наверное так я просто посмотрел не не нету 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 я так не говорю киноз да я переклад вроде нету там есть какой-то пример из ксенофонда ксенофонда да но странный какой-то отрезать преграждать тут по мне он одни кольца от других они отделили и потом в ауле сидел и разделили видимо по мостам ну то есть ну да по мостам непонятно что делить по мостам они отделили кого кольца земляные да зеленые наверное там же мостов то нету над зелеными кольцами мостов нету они же на морскими только мостами да видимо в тех местах напротив которых находятся мосты вот допустим у нас идет вот так вот как-то да водное земляное водное земляное над водными над водными где-то есть мосты ну допустим вот здесь есть мост да вот здесь есть мост Вот здесь есть мост, да? Получается, о чем речь идет? О том, что над зелеными, над земными, земляными. Вот здесь вот они что-то сделали. Вот здесь вот. Здесь мостов-то, конечно, нету. Зачем делать мост над землей? Там так можно ногами идти. Вот, видимо, в тех местах, напротив которых находятся мосты, они там что-то разделили опять. Что-то они все время что-то делили. Значит, разделили они так, что... Чтобы можно было, видимо, на одной тривере проплывать... Видимо, вот в эти круги... То есть они там что-то профигачили прям в земле какую-то... Какие-то опять рвы, что ли? Ну да. То есть они сделали большой главный ров входной на самом, видимо, толстом внешнем кругу, а потом такой как бы лабиринт устроили, как в играх, где нужно шарик закатывать. Мне так кажется. Я не понял, что метафору, что значит шарик закатывать. Можете пояснить, что... Как-то... То есть там смысл в чем? Задача в чем, чтобы корабль прошел ведь, да? Или люди? Угу. Корабль. Корабль, триера, да? Да. А зачем в земле... Люди так уже могут пройти. А зачем тогда в земле делать ров? Ну, чтобы круги стали связанными друг с другом. Так они все по отдельности. То есть они кучу кругов, которые земляные, связали друг с другом мостами. Поэтому с самого внутреннего можно добраться до самого внешнего. Нужно теперь то же самое сделать, только в обратную сторону с морскими кругами. И они, видимо, в некоторых местах земляных сделали проходы, но не сплошненько, не типа ров как бы по прямой от внешности до центра, а со сдвигами. То есть здесь, тут, здесь, там, со сдвигом на какой-то угол. Я не понял все-таки. Максим, вы поняли? Я не понял, зачем в земле делать? Зачем вот здесь что-то прорубать, делить? Вот в этом месте, допустим, да? Ну, видимо, чтобы на кораблях все можно было передвигаться. На чем? На кораблях. На кораблях? В смысле, где вы говорите делить? Ну, мы сейчас делим что? Они сейчас что делят? Землю делят. Землю, да. А зачем в землю делить? Вот зачем вот здесь? Чтобы туда... Ну, чтобы связность была. Да. Раритировка, туда пролется вода, и водные пыльцы соединят. А, туда пролется вода. Туда пролется вода. Вот что вы имеете в виду. Да, вы это имеете в виду? Да. Нет, я просто не подумал, что туда пролется вода. Да. А, ну тогда ладно. Ну, просто он об этом не пишет. Но это надо было догадаться. Я просто не догадался, что туда пролется вода, да. Ну, ладно. И чтобы туда триер могла одна проползти через эту воду, да? Да. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Такие перемычки водные, искусственные каналчики такие сделали. Ага, еще они что-то катастрофическим, да? Да, они покрыли сверху. Так что проплывающий снизу оказывался внизу. Так что проплывающий оказывался внизу. А, ну то есть это подземные каналчики такие, да? Водные. А, красиво, да. Туннельчики, короче, водные такие. А, ну понятно теперь, да. Спасибо. Так, ну давайте дальше, да? Евгений. Да. Сейчас. Немножко потерялся. Вот. Та гартон тез гэс трахон, хейлэ батэс, эйхен гиканон, гиперэхон тез талатас. Энде гумен мигистэстон трахон, эйс гон гетталата, сюне тетэрэто, три стадиоста платэс, гуд гэксэст, тез гэс, эйс, эйкэй, но. Угу. Эйкэй. Так. Сейчас. Хейлэ забыл. Ну это губа буквально. О. Типа устья тоже какого-то. Край и берег еще есть. Ну вот-вот, да. Хейлс. Значит, поскольку края земляных кругов глубину имели достаточную нет, достаточно превосходящую морскую. А, я понял. Это к предыдущему. Поэтому у них была возможность сделать подземные эти самые туннели. Потому что уровень земли был выше, чем море заметно. Да? Мг. А если было ниже, нельзя было бы что-то такие туннельчики сделать, да? Нет, ниже оно вообще не может быть. Но важно, что земляные вот эти вот насыпи, они в достаточной степени возвышались над водой, что можно было прорыть туннель, в который пройдет бы корабль, но сверху над ним все равно бы оставалась перемычка, по которой могли бы люди ходить. Да, кстати, ну да, понятно. При части конюнкан, поскольку превосходило, поскольку превосходило, то поэтому была такая возможность. Или нет? Имели, ну да, имели достаточно, так сказать, то есть реканон с каким... Ну да, да, можно так сказать. То есть они имели глубину в достаточной степени превосходящую, так сказать, глубину морскую. Батхос и гиганон. Ну уровень моря, да. Ну уровень, да, как это называется. То есть гиперехон это причастие среднего рода, согласованно с Батхос и гиганон, да? Так, ага. Вроде да. Так, и что тут дальше? Сейчас, Сюннететра это как раз-таки то, что у нас было, да, Сюннететра как он был? Проколотый, да, Сюннететра? Да, пробитый. Да. Значит, самым же большим из кругов, который к морю значит, был сейчас, ну который с морем был связан, да? Ну да, в который море пробивало свои воды, скажем, нельзя так сказать по-русски, но. Ну да, Сюннететра это, да. Имел ввод три стадии, да, да, да. И XS это число, да, это эти самые восемь, или это что-то другое? Нет, это следующий по порядку. XS словечко такое, следующий по счету. Гудэээксэс, а следующий за ним, как бы, да? Ну, посмотрите, словареты XS есть. Понял, понял. Следующий за ним земляной был равный ему. По ширине, видимо, имеется. Ну, по плату все. Так. Давайте дальше, Максим, согласны? Если согласны, читайте дальше, пожалуйста. Продолжение следует... Значит, из... Что касается вторых, из вторых колец, имеется в виду, значит, влажный был, сырой, то есть морской, шириной два стадия, а сухой равный, опять же, первому влажному. ксироз. Ксироз это что? Это земляной так просто, да? аноним для земляного сухой. Перед Хео, это у нас перед Хео причастие, перед Хео, то есть обегать вокруг, окаймлять, окружать, окружать. Значит, Тенен Мэссон Эссон это центр острова, ну, короче говоря, центр нашей всей окружности. меня стадил, что-то забыл. Так, генитив, да? Почему генитив? Генитивус Попытайтесь. Сейчас. А как у нас перед Хео работает вообще? Перед НС он перед Хео. Вроде бы это не связано с перед Хео. Так, сейчас посмотрим. Непонятно. Значит, еще раз. Вы можете перевод предыдущего повторить? Если вам не трудно. Да. У нас дуалис там? Да. Из вторых, с одной стороны, первый влажный был шириной библостадия. Вот тоже, кстати, секунду, секунду, смотрите, тоже генитивус, да? Дуалис. Так, может быть, стадио тоже так же работает? Хорошо, он был в два стадия влажный, а сухой? равный первому влажный. два стадия. как они могут быть равными? А, это платус, это не в периметр, а это в ширину. То есть, ну, понятно, да? То есть, где тут мой рисунок? Короче, имеется в виду, что вот они и тут, имеется в виду, что вот это расстояние было равно вот этому расстоянию, да? Такой же платус. Вот это имеется под платусом, да? Ширина кольца, да? Ширина кольца, я правильно понимаю. А дальше еще один генитив, который относится кстати, два, 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 два стадия, да? Так, так, значит, ОГО, подождите, ОГО-то вы поняли? Да, видимо, имеется здесь ввиду уже третий круг, ну, какой-то другой, который огибает центр острова, и он уже был шириной в один стадии. То есть, он был узенький? Да. Ну, вот тогда понятно вообще. То есть, тут было колечко такое узенькое, вот такое. То есть, это два, это два, это один, вот так вот, да? А здесь уже центр где-то. здесь находится типа дворец, я так понимаю, да? Ну, пускай так будет. Ох, никогда в жизни такого не читал прежде, по-гречески. Так, ну, давайте, кто дальше? Вот до сюда. Гэдэнэсэс? Гэдэнэсэс энэгэта басилээн пэнтэста дьэунтэн диаметрон эйхэн. Это остров, на котором дворец был, был в диаметре пять стадий. Диаметре пять стадий. Диаметре? Там, например, написано, да? Так. Диаметры. А по диаметру понимался наш диаметр, То есть, два радиуса, да? Сейчас проверим. Диаметрон, диаметрус, солдатский паюк. Поперечник круга. Ну, да. Слушайте, сколько говорите диаметров? А, пять стадий, да? Диаметр было пять стадий. А, ну, понятно, что кольцо было узенькое, вот это, но здесь еще было пять стадий, условно говоря, да? Вот здесь еще пять стадий было до самого... То есть, центром, азамедренно здесь было. Вот так вот. Пять, потом один, потом два, потом два. Вот как-то так, блин. Так, надо потом посмотреть. Потом еще 3-3. Где 3-3? Ну, он же начинал с самых внешних, которые есть три стадии стоплатос. А, я уже забыл. Там 3-3. Тексас, Тесгас. 3-3. Хорошо. В общем, у него все из пятерки берется. У него было пять поколений этих самых близнецов. ну, вот это вот он тоже из пятерки вытащил. Двойка, тройка, в общем, один, два, три, три. Это еще какая-то достаточно загадочная последовательность. У него какие-то свойства там есть. Один, не, сначала пять идет. А, ну, пять, это понятно. Один, два, три. Ну, как-то это просто архипетическая просто единица добавляется. Не один, два, три, а один, два, три, три. Было бы интереснее один, два, три, три, три. Тогда бы количество ступеней соответствовало цифре. Ну, ладно. Так, кто дальше считает? Удастим, Давайте. вот там. Видите глагол, да? Перебалу. Перебалу. И там, по-моему, это место есть в Дворецком, знаете, Перебалу. Смотрите. со словом Тейха где-то видел. Если у вас это правда ссылка на Аристотеля в пятом пункте. Да, уйдем. Ну, это типа паясывать, да, все-таки окружать, чем то, чем то. Значит, окружили стеной кого? Окружили стеной вот этот вот остров. да, Таутин женского рода, я думал, что это остров, да? Как окружили тюг, то есть по окружности, по окружности остров. Окружность, значит, и вот эти и кольца, и мосты. Смотрите, не, кольца и мост, мост почему-то один здесь, видите? И мост, какой особый какой-то мост или три авиаиен, как мы говорим, километровый, да, мы так говорим, километровый, так что же там, а это размером плетра, так понимаю, да? Туплатус, Туплатус, Усон еще, да? Да, который, значит, любого размера. размером шириной в плетер. Энтхан и Каэнтхан нашли в словаре красивое выражение? И там, и сям, и там, и здесь. Это, видимо, с внешней стороны и с внутренней стороны. Да, и с внешней, и с внутренней стороны они обнесли каменной, каменной стеной. Да, думаю так. Да. Значит, установив крепостью и и ворота на мостах. видимо, там, где проходило море. Кота диабаз есть. На переправах через море, через морские круги блин. Кто-то понимает, как ты выглядишь? А переправа это что такое? Это все перешейки между морскими кругами? Между водными кругами? Ну, видимо, да. Везде, где можно было с одного круга на другой перескочить, там еще стояли башенки и ворота. То есть, все было красиво, как в Норвегии. Но я думаю, что это скорее оборонительную функцию имел. Ну, да, одно другому не противоречит. То есть, все, просто когда мы начали читать это описание, оно казалось таким искусственным подражанием природе. А сейчас мы понимаем, что это, знаете, вот есть два вида парков, французский и английский, кажется, да? французский он прям по Декарту четко расчерченный, да? А английский считается хаотическим, да? Или наоборот. Правильно я же говорю, да? Правильно. Все начиналось как английский парк прописания, а закончилось французским. Даже пифагорейским, да? Это цифра какие-то. Вот. Ну, ладно. Так, спасибо. Давайте дальше, да? Евгений? Да. Так. Тон, тони литхан, этамнон, хипотез, несукиуклутес, эн месо, кай хипотон, трахон, экзотен, кай энтоз, тонмен, левкон, тон, демелина, тон, дэрютрононта, темнонтес, де, ам, эргадзун, тон, неосойкус, коэлус, диплус, энтоз, та, катэ, рефэйс, а вот это, Петра. Так. Логол видите? Он недалеко от начала. Да-да-да, этом нам, но вырезали. Ну да, разрубили, вырезали, не знаю, тон, дэрютрон. Я, я, ну да, вырубил, не знаю вопрос, как, в каком порядке. Вы вырезали, вырубили камень. Нет, смотрите, рубили. Под островом. Это имперфект, да? Это, ну, то есть они рубили. То есть они, может быть, этим внимательно. 200 лет, может быть, или 500 лет. Возможно, они даже вот, как в рудниках, добывали. По кругу, под островом, который посередине. И под самым внешним под внешним из кругов и под внутренним. Из-под острова, да? Смотрите, гипос генитимум, означает не обязательно аукторис, пассивная конструкция, но еще из-под чего-то. Ну, то есть имеется в виду, что из залежей, которые внутри острова были, гипотонесу. Причем камень, видите, трех видов. Он-то, который был, том, ну да. Потому что три места добычи. То есть, видимо, они по порядку перечисляют места и цвета соответственно. Видимо, из середины белый, из крайнего круга черный, из внутреннего круга красный. И вот так вот его вырубая, вырезая. Неос, сейчас. Неос, ойкус это... Ну, смотрите, Неос это корабль, а ойкус это дом. То есть, это как бы место для кораблей, где корабли отдыхают. Как это называется, не знаю. Ну, верфь, где их, может быть, чинят или что-то такое. Верфь, да, хорошая слов. Я так понимаю, что пока они вырезали, то есть, они тем самым, вот эта гамма, да, они тем самым, как бы, выдолбленные вот эти верфи двойные внутри. Это, видимо, покрытые сверху. Да, покрытые сверху самим этим камнем. Гамма, да, важное слово гамма, то есть, они и камень добыли, а вместе с тем гаммы еще и сделали версии такие интересные, скрытые. Так, пожалуйста, дальше, до сюда. Да, да. Да. Айтон, ойко, дематон, там, а не га пла, таде, а, мэйнюнтес, туслитхус, поекила, ёфэйнан, паидеас, харин, ледонен аутоис, сюмфутон, апонематес. Угу. Угу. Значит, и что-то было простое в этих строениях, а, и какие-то эти строения были, из этих строений были простые, а какие-то вы, ну, смешивали в себе, видимо, камни разные, пестрые. Смотрите, юфэйнан, это что за часть речи? Причастие. Или, или... нет, это, по-моему, перфект, лагу. Перфект. То есть, они, ну, буквально, вили, сплетали, как-то сплетали, ну, то есть, они и как бы одновременно использовали разноцветные камни, видимо. Перемежали, что ли. Смешивали, как вы сказали, да? Да. они их... В общем, мозаики делали какие-то еще цветные, получается. Ну, можно сказать, и строили просто, То есть, они строили одни из домов такими простыми, одноцветными, так, а другие, они строили пайкила, да? То есть, пестрые. Каким образом? Мигнюнтус – это причастие конъюнктом образа действия. Каким образом действовать? Смешивали камни, да? Этот, красный крепит, черный, потом опять красный, потом белый, потом черный. Пайдиас Харин, кстати, где мы недавно видели это выражение Пайдиас Харин вчера, по-моему, буквально, или позавчера. Где-где? Я не помню. Не в Ионии? А, в этом, в романе Лонга, Евгений, помните, там был такой Пайдиас Харин, по-моему, ради забавы. Был. Да-да-да, то есть, это Пайдиас, естественно, генитив, а Харин – это после Лок, генитив. Ради прикола, короче. Не ради пользы. То есть, у них, смотрите, они от пользы перешли уже к эстетике. И вообще, кстати, это стало напоминать немножко, когда он упомянул эти цвета, стало, мне кажется, ведь на Крите была принята такая эстетика жизнерадостная, там цвета. Правда, синего, по-моему, много было, да, ведь на Крите? Мне кажется. Да. Ну, по-моему, не существует гипотеза, что Атлантида – это Крит. А, нет, почему существует, да? Крит же погиб в какой-то момент. Но они разные существуют. Но, по всей видимости, у него это синтетическая такая картина. Он из разного сплел и из персов, и из Крита, и из старых Афин. Важно, что это самое, что Афины, которые он рисовал, были цельно брусчатые и очень простые. То есть, там была крепкая твердыня, а здесь вот они замешивают воду с землей и, в общем, идут разные искусства, которые ему, наверное, не очень нравятся. так, давайте, Максим, мы вас перебили, да? что там еще? Спасибо, да, Евгений. Апунэмонтез, да? Да. Видимо, таким образом достал себе какое-то удовольствие врожденное. Что значит врожденное удовольствие? Сюмфэтон, вы имеете в виду, да? Это прилагательное двух окончаний. Естественно, почему оно, кстати, двух окончаний, можете объяснить? Потому что сплестак? Потому что она из двух частей состоит, да, сложенные, да, они всегда такие. А что это значит? То есть, они были от природы жизнерадостные, жители этой Атлантиды, да? Он так, он что-то хочет сказать еще. Или можно еще по-другому понять, что Аутойс относится к к литхус, и тогда удовольствие тоже получается пестрое. Удовольствие сродное этим камням. То есть, помогая камням проявить свою жизнерадостность, да? проявляет, да? Жизнерадостность камней. Нет, нет, скорее они в чем-то подобными становятся камням и становятся такими же пестрыми. Люди? Да, да, да. И удовольствие у них такое же пестрое. Давайте от грамматики исходить. А по нему это значит как бы наделять, уделять. Наделяя кинити, наделяя Аутойс, чем или мнение? Блин. Просто еще Сюнфурт может издать его использоваться. А, да? Сейчас разберемся. Так. Что-то тут не очень-то и понятно из Битлскота. А, а вот, смотрите, вот это кусочек из законов Платона. Рекатерус каждому уделяя ему подобающее. Подобающее каждому. То есть уделяя в икузативе, а кому уделяя в дативе, да? Теперь вы говорите, что... Давайте посмотрим заодно вот это, да? Это что, средний рот тут что-то, да? Но это не годится вот этому. Вот, вот комдатифы, говорите, да? Натуральные чему-то. уделяя при этом удовольствие какое, врожденное, скажем так, врожденное, естественно, им. Непонятно. Кто-то что-то понял? Я все равно не понял. Камням или что? Может быть, действительно, может быть, вы правы, помогая им просто являться, то есть, как бы, раскрывая в них то удовольствие, которое в них и так было. Ну, как бриллиант, заложенный в алмазе, да? Его надо только огранить. То есть, ограняя, тем самым проявляя все то, все то радость, да, виданная, которая им свойственна, камням. Ну, да, но тут, с цветными камнями чуть попроще, мне кажется, мне кажется, что, ну, как бы, черный или красный или белый камень, это просто его, как бы, свойства и никакая еще не радость. А вот если их рядом друг с другом поставить, то оно начинает, как бы, оно становится цветом, оно становится артистическим свойством в этом плане. Ну, да, да, соотношение цветов. Так, Максим, а вы думаете, что Аутос это люди, да? Нет? Да, я так думал. Ну, не знаю. Тогда было бы сказано, мне кажется, что просто даруя людям удовольствие. Да, мне кажется, тут вообще немножко не про людей, вообще-то говоря, про ландшафт. Такая эстетика, скорее, рассчитанная на одного зрителя, чем на людей, которые будут радоваться. Ну, ладно, давайте при своих останемся. Давайте, кто сейчас читает? Там немножко осталось, да, еще? Давайте, кто сейчас? Кай Томен, ага, кай Томен, пери тон экзотату, трохон, тейхус, халко, переламбанон, панта тон, перидромон. Ой, 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 ага, фе, прос хроминой, тудентоз, катитеро, периетекон, тон, де пери, аутентен, акрополин, арий халко, мармариугас, эхунти, пюро, пюро, дэс. Значит, вокруг самого внешнего круга возвели стены из меди, все, как бы, ну, все обегающие, ну, сплошные, видимо, да? Перидромон. А, вот это перидромон, да? Только это согласованный не с тейхус, да, это с трахон. Значит, еще раз, подождите, трахон, да, самый внешний круг, самый внешний круг кайту, а ту это что такое вначале? Острово? А, остров женского рода. Так, знаете, что может ту означать цель? Я, правда, не уверен, я подумал. Только дальше должен быть инфинитив после ту тогда. Нет инфинитива, да? А тут будет другой, тут сначала ту мэн, а потом будет ту дэ. Где, да? на следующей странице. А, ту дэнтос. Секунду, секунду. Тут ту дээнтос. Это внутренняя сторона. Все понятно. Значит, они, видимо, этот самый внешний круг с двух сторон А что такое ту все-таки? Может быть, это камень? Или тейхос? Тейхос, может быть? А смотрите, секундочку, секундочку. Тейхос то склоняется как генос. Это же генитив, смотрите. Вот ту тейхос. О чем мы думаем? Простейшей грамматикой. Чего же я не заметил? Это мне позор, да? Тут тейхос, вот. Значит, ту относится к тейхос, вот и все. А перитонная сататутрухон это в атрибутивной позиции. Та часть тейхоса, та часть стены, которая находится или относится к самому внешнему кругу. То есть, это внешняя сторона внешнего круга, вот так скажем. Мне кажется, так. Угу. Ну, в общем, они ее, да, обнесли медью. То есть, вот внешний самый круг, да, тут какие-то круги, да, это вот это, вот это как раз. Мне кажется, вот с этой стороны, даже, я сказал, вот здесь вот, да, вот здесь они обнесли, видимо, медью по всему периметру, да, панда, топоридрома. Словно чем? Словно с жиром или маслом? Словно штукатуркой какой-то, может быть. То есть, плотно, то есть, не оставляя, не оставляя незакрашенных мест, я так это понимаю, да, там еще есть какое-то слово водосе? А про схроменный это что такое? Воспользовавшие, это храумой пользоваться, про схраумой. Словно воспользовались чем? То есть, так хорошо обнесли, словно воспользовались жиром. А когда жиром пользуешься, нежирных мест не остается, ну, сами знаете, там стол весь запачкан, допустим, да, то есть, они сплошняком как бы залили, вот, можно так сказать, залили, залили, обштукатурили, словно жиром внешнюю сторону внешнего круга по всему периметру стены. внешней, внешней, а внутреннюю часть стены, они как бы, теку, это плавить, другой глагол тут, перед теку, они, ну, тоже залили на самом деле, покрыли, они покрыли внутреннюю часть олова, касситеру, 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 мармарюгээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ только не понял да рихалкам почему здесь что тон почему акузатив еще раз блин непонятно сейчас значит на что тут переломбану они я думаю обтянули что ли охватили весь периметр а смотрите весь периметр они как бы покрыв охватили периметр чего стены которые относятся к самому внешнему кругу они охватили халко медиу покрыли медиу причем так словно воспользовались жиром то есть сплошным сплошной поверхности залили воин алейфе а часть стены которые внутри тут как будто пропущен после перетеку тоже акузатив нужен да тут как будто тон пропущен от часть земли тут и часть стены которые находятся внутри они залили таким же макаром но уже не медью а оловом а тон д тон наверно тоже нет то есть это их среднего рода тон к чему относится трахон трахоз ну круг ну пускай да трахоз трахоз округ вокруг самого акрополя они ну тоже залили например да чем желтый медью орехалку имеющий которая имела при этом блистательное сияние или как там как как-то переводится марма мармарюбе имеющие огненное сияние ну вроде так условно и диска у кого-то возражение то есть они три поверхности залили одну они залили о чем там медью вторую они залили оловом а третью вокруг самого акрополя самую дорогую самую важную они залили самым дорогим материалом но не золотом а вот этой желтой медью которая имела свет сияющего огня огненно то есть оранжевый наверное да то есть появился еще оранжевый цвет вот вообще цвета появились а